ребят всем большой привет как-то так повелось что каждый раз я начинаю свое видео с кухни то с одной то с другой предыдущий мой ролик был из стоинки сейчас я уже вернулась вену так что я на своей кухне в квартире в вене уже здесь две недели и просто первую неделю я как-то так отходила от поездки на этой неделе я приболела и в общем у меня просто не было никаких ни физических неморальных сил я каждый день думала сегодня поснимаем что-то вот я сегодня просто собралась знаете помыла волосы сделала укладку сделал макияж чтобы реально перед вами не выглядеть как тряпка вот и просто поснимайте вам свой день чувствую я себя что у меня ну я думаю что на нервной почве у меня все все что можно короче обострился у меня гастрит который меня не беспокоил много-много лет когда-то у меня был гастрит я его пролечила и собственно я как бы я все время старалась нормально питаться поэтому он меня не беспокоил здесь я тоже питаюсь без каких-то вредных продуктов но из-за нервов я думаю что вся эта история и началась так что мне на самом деле повезло что у меня брат доктор вот и я сюда здесь я просто я не знаю я боюсь этих врачей после сломанной ноги ходить по этим всем очередям плюс объясняться непонятно как вот поэтому я попросила просто брата купить я я знаю какой препарат мне нужно попить во первых я пью бифренд сейчас успокоительная и я кстати привезла еще и валерьянку себе но наверное перейду на валерьянку потому что бифренд меня как-то сильно рубит хотя это достаточно легкий препарат вот но я прям много с ним сплю мне грязная посуда надо помыть сейчас будет что я пью я пью пантопрозол вот препарат панта панта лог вот такой вот и мне повезло что брат у меня доктор и он мне просто может купить лекарство здесь потому что эти препараты выдаются только по назначению врача ну как у меня врач он мне назначил собственно все нормально вот я вчера кстати сделала те господи фаршированные перцы мы уже почти все съели не совсем до и тычно как для обостренного гастрита но вчера я себя почувствовала лучше и собственно ела вчера и мне было ок поэтому я сегодня тоже вот себе положила перчик практически показывать уже нечего остался один перчик было таких шесть штучек очень очень вкусно и вот мы их как бы поели надо сегодня уже подумать что приготовить у меня есть вот такое вот тесто тесто вот она тоненькая и я не знаю что с ним можно сделать причем у меня такого теста много видите она прям как бумага я думаю может быть сделать какие-то слоечки с сыром не понимаю я я и выпечка это вообще боже а этот палец смотрите это ужас это я вчера порезалась делала короче я взяла продукты там где выдают нашим украинцам но в общем беженцам выдают продукты можно поехать и взять там на 4 евро заплатить 4 евро и взять все большую корзину продуктов тебе выдают и вот я взяла тут овощи но это не все конечно же там еще и есть основные продукты я вчера коробку вот эту вот достала для того чтобы сложить туда все и на ней была крышка я ножом обрезала и короче как бахнула себе по пальцу в общем порезалась так кто спрашивает как у нас тут илюшенька илюшенька хорошо илюша подстригся до малыш илюша подстрижена надо умыть сейчас мальчика лапки ему побрили полностью я вообще люблю оставлять такие вот с бахромой да чтоб красивенько было но из-за того что ему на операцию побрили лапку как-то странно чтобы одна лапа была побрита а все остальные нет поэтому пришлось в этот раз сделать такую стрижку до малыш на лето вот а уже потом отрастим вот видите бегать он иногда так успокойся иногда как-то когда напрягать сильно лапу он может ее поджимать то есть она еще периодически у него побаливает но в целом он конечно нормально бегает присяду и в общем немножко поесть не говорите мне что это не диетическое но тут в принципе что у меня у меня здесь фарш фарш рис и я немножко добавляю горошка морковочки и кукурузки но я там совсем немножко поэтому по идее мне плохо быть не должно вчера я ела и было нормально это очень вкусно здесь конечно так мне соли не хватает здесь конечно таких продуктов нет в том плане что вот готовые купить перцы да как мы покупаем наши там гали балованы и домашние заготовки вот и потом просто тушим и все здесь такого нет поэтому мы вчера купили все что нужно для приготовления и в общем я сделала я еще хочу очень сделать голубцы ко мне приедут девчонки на следующей неделе алина с леной вот я думаю что к их приезду я приготовлю голубцы это нужно купить капусточку в общем что что продукты здесь очень очень вкусные поэтому домашние вкусные все получается отлично я варила здесь кстати борщ он ничем не хуже чем наш дома из наших продуктов совершенно не отличается по вкусу все тоже очень очень вкусно потому что я много раз слышала что когда варят где-то за границей борщ то какой-то не такой вкус не знаю у меня абсолютно нормальный так чуть-чуть подправляю камеру у меня абсолютно нормальный вкус получается я варила и нам здесь уже на квартире и брату варила у брата два раза и все были счастливы и довольны было все вкусно ой что-то мне в глазик попало вот так что какие новости я смотрю что залетело да мое видео в рекомендованные с моей квартиры сарпиня сначала посмотрели все мои подписчики и как-то было более-менее более-менее адекватно а сейчас конечно сыпятся такие комментарии что просто не вкладывается в голове что я сделала я была в Киеве неделю я ничего не могла снимать потому что я была в такой запаре я единственное что я снимала в инстаграм сторис вот в принципе старалась да я освободила арендованную квартиру я собрала за неделю все вещи я их перевезла туда в стоянку но прежде чем перевезти естественно мне нужно было поставить там окна и новые двери потому что двери там были сломаны из-за того что мы же кошечку спасали и там дверь просто не 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 подлежит восстановлению вообще ни в каком виде поэтому я поставила двери и организовала перевезла вещи свои окна я заказала будучи там но уже окна ставили мне когда я уехала просто удаленно я оставляла соседу ключи и как бы все это без меня сделали по ценам мне помогли найти хороших людей которые мне быстро это все организовали потому что сейчас что касается окон дверей это алё 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 вот я уже не помню что я вам рассказывала отвлекли меня и не помню а что я переезжала да что было в Киеве в общем я планировала сначала ехать на несколько дней дня на три но я рада что мы задержались на неделю потому что я бы просто физически не успела бы все собрать и все вопросы порешать потому что так быстро мне нашли людей которые быстро мне организовали и двери и окна сейчас это очень такая актуальная тема потому что у многих разрушены дома взломаны двери квартиры вот и мне прям очень-очень быстро это все организовали но конечно цены сейчас ого-го двери я поставила за 9200 и это просто обычные двери ничего такого сверхъестественного окна мне обошлись само окно на кухню вы его видели 8 с чем-то и плюс я еще поставила сразу на балконные двери сетки и на одно окно поставила на кухне сетку и все это мне обошлось в 10 тысяч с чем-то там 10-300 по-моему это уже с установкой и с доставкой собственно как бы хорошие ребята все очень быстро качественно сделали я знаю что соседи мои тоже позаказывали себе окна у этого же парня вот я туда все перевезла я хочу сказать что у меня есть я уже некоторую мебель старую еще там то что девочки мои были маленькие шкафчики вот эта вот оранжевая детская мебель я ее отдала людям которые у которых сгорел полностью дом из арпеня и тоже удаленно они приезжали вот и забрали шкаф и комод у меня еще остался письменный стол он все это не новое естественно остался письменный стол который в принципе можно еще как-то тоже применить и забрать на дачу либо если у вас ничего не осталось то на первое время плюс я хочу подавать всю посуду которая есть у нас там в квартире что еще могу отдать могу отдать столик небольшой кухонный с стульчиками могу отдать диван короче если у вас не осталось ничего то просто напишите мне я с вами договорюсь и вы просто приедете и заберете вот это то что я могу отдать потому что пользоваться этим мы не будем в ближайшее время мы пока не возвращаемся поэтому как бы такая вот история вот вернулась я сюда такое у меня было конечно состояние я когда уезжала я прям прородалась потому что я понимала что ситуация сложная сейчас у нас и когда мы вернемся никому неизвестно кто там пишет что почему вы не возвращаетесь в Киев но вот буквально несколько дней назад в мой район прилетело 5 ракет 5 на дарницу ну как бы куда возвращаться плюс сложное положение естественно экономическое и бензина нет ничего нет все все сложно вот я уже вернулась до подъездки я была в таком подвешенном состоянии все время думала вот когда мы вернемся все время в ожидании что знаете такое состояние на чемоданах я вернулась сюда уже с осознанием того что нет нужно смириться и пока жить здесь поэтому вот так накрывает ничего не могу с этим сделать естественно потому что все равно мы не дома мы не дома это новые новые условия все обнулилось нужно в новой стране адаптироваться языка мы не знаем сейчас я конечно буду немецкий учить по поводу работы тоже я в поиске потому что нужно что-то делать у нас кстати испортилась погода было очень тепло сейчас вот 4 дня дожди и прям 17 градусов похолодало но я эти дни болела и особо никуда не выходила вот покажу вам как у нас вообще немножко могу вам показать своей кухне единственное что сейчас бардак буду буду заниматься уборкой поем и буду убирать чуть-чуть вам покажу вот такие вот дела вообще я не понимаю на какую аудиторию сейчас работаю кто меня смотрит напишите откуда вы как давно вы меня смотрите чтобы я просто понимала я понимаю что очень много отписок и отваливаются те люди которые в принципе должны да уйти как бы ну так так сложилось но те кто остаются я хочу понимать просто кто вы откуда с кем я кто смотрит меня по ту сторону экрана вот так что такие вот дела очень вкусно приедут ко мне девочки на 10 дней Алина с Виной увидимся в Киеве мы тоже виделись я успела увидеться со всеми своими подружками близкими людьми ну и успела все дела порешать вот так я съела половину перчика он такой такие большие получились весистые показываю вам кухню так это стульчик на котором я сидела кухня очень такая небольшая компактная но очень очень уютная нужно навести порядок естественно вот я периодически когда ярко светит солнце я закрываю жалюзи вот так сейчас солнца у нас нету погода не очень поэтому открыла вот что у нас есть я сейчас покажу так потом когда уже все поубираю тоже вам покажу вчера немножко разбирала ящички нужно было навести порядок вот мы заходим на кухню здесь у меня стиральная машина сейчас нужно запустить стирку небольшой холодильничек вот здесь грязная посуда сейчас помою это я тоже сушу здесь я обычно ставлю для посуды вот эту вот штучку вот тут у меня тарелки все практически все было здесь нам все все предоставили да когда мы заехали у нас все было вот эти чашечки я купила в Батлерсе классно это вот желто-желто-синенькая вот эти стакончики мы покупали в господи в Старбаксе тоже там для коктейлей и для кофе так что у меня здесь здесь у меня здесь у меня лекарства я привезла из Киева тоже такие основные да тут у меня чаечки какие-то супчики закупочки всякие вот здесь вот вчера разбирала потому что здесь было много всего наставлено поставила просто какие-то консервы и специи так это у меня тесто лежит я сейчас хочу придумать что с ним делать здесь у нас хлебушек в общем тут и духовка и плита да дальше что у меня здесь есть кофе-машина ну как кофе-машина это для фильтра да фильтр кофе-фильтр делать есть тостер так здесь я затарила животные у меня тут все снабжены кормом пеленочки в общем корм разный корм мы берем бесплатно тоже можно поехать если у вас животные то есть места где можно взять договориться и консервы и корм вот так что у меня тут и для Илюши Илюша с желудком проблема всю жизнь поэтому у него такой диетический там какие-то вкусняшки есть в общем тут в основном все корм вчера вот тут разбирала в ящички ну в общем такие вот дела да малыш тоже взяла эти ты все съел малыш я сейчас тебе положу паштетик твой да положу паштетик ты мой шлетки я кстати приглашала девочку подстричь Илюшу тоже наша девочка грумер она приезжала прям к нам домой подстригла за сколько за 25 евро вот стрижечка а вчера разобрала еще вот на этом столике у нас обычно тут заставлено вот там стоит пакет внизу это сортировка мусора там в основном бумагу бумагу мы собираем мы здесь наставляли и так оно конечно не красиво я сейчас поставила тут цветочки так тут у меня уже орхидея отцвела а это кстати лук лук для салата но он так красиво тут смотрится я пока его не использую вот просто для корсета и стоит еще у меня так немножко тут забегая в комнату да уже подвяли пионы тоже покупала очень-очень красивые но уже завяли пока пока еще живы в общем может надо перебрать я пионы обожаю конечно мои наушнички так что здесь по ароматам а вот сережки это я в H&M покупала себе летние и те которые на мне сейчас это тоже H&M так это украшения и по ароматам летним что-то я привезла из Киева что-то мы здесь покупали вот эти вот аквалигории я привезла я их очень-очень люблю летние ароматы у меня конечно любимые такие вот свежие легенькие вот это Элизабет Орден такой травянистый мы здесь покупали по скидкам он вообще недорогой есть такой же еще у нас в ванной стоит он с грушей но я там сильно большой разницы не вижу вот этот вот Маскина просто невозможно вкусный покупали тоже здесь он пахнет жвачками но есть одна проблемка он очень нестойкий мне кажется что даже аквалигория которая в принципе такая легкая она более стойкая вот этот вот прям такое вкусное облако жевачечное получается но быстро выветривается то есть это такой больший мист все-таки как по мне для тела но на лето в принципе прикольный просто им чаще наверное надо пользоваться я привезла лолик это не летний аромат сладенький но я его просто очень люблю поэтому я его привезла тоже сюда все остальные ароматы конечно я оставила оставила дома и они меня ждут там есть у меня еще вот такой вот ну это как это сказать подделка очень качественная бакара уж 540 сори но бывает я попробовала заказала за 250 гривен и он просто один в один один в один и даже стойки такой же вообще ничем не отличается в общем тоже пользуюсь вот так ну что я сейчас немножечко быстро тут поубираю хочу порядок навести на улице дождь начался классная такая тарелка для салата но она очень тяжелая прям очень всегда когда ее мою боюсь выронить потому что не знаю сколько она пару килограмм наверное весит так надо помыть тарелки и запустить стирку в общем чем мы тут занимаемся тем и занимаемся в принципе домашним бытом туда-сюда так дни и пролетают вот никак не могу войти в свой спортивный режим потому что то настроение не то то чувствую себя не очень так вот она и все время откладывается то начинаю бегать и потом перерыв так ладно надо чтобы чашечки постояли довольно посуду палец порезала ладно поубираю потом хочется поставить цветочки а я же вам улицу не показала очень хочется на подоконник поставить тоже цветы но это тоже там определенные затраты надо так что пока не купила пока не купила сейчас покажу вам как на улице у нас еще там у нас дождик идет тут нет сеток очень много мошек собирается если приоткрыть окно и например если даже вечером включается свет на кухне залетают мошки а в квартире достаточно душно то есть без открытого окна никак ну в общем как-то так ну и вид из окна не помню я вам показывала или не показывала у нас вот такие вот домики четырехэтажные мой дом чуть-чуть по-другому выглядит нежели вот этот вот который перед вами да у меня еще в доме есть такой нижний этаж и там гаражи гаражи вот здесь этих нету ну тут такой вид на стену но я смотрю вот туда на корты в основном и вот тут такие вот лужаечки там у людей даже есть выходы на первом этаже у кого-то цветы вот как у людей цветы классные очень на окнах мне хочется всех на балкончиках и тут у нас очень спокойная улочка я как-то тоже буду идти а там даже горы видно уже видите потому что у нас 13 район и он уже ближе к нижней Австрии уже потом 14 район и уже идет туркер автобус у нас достаточно спокойно тихо нету шумных магистралей вот так что вот это вот у нас елка такая огромная выше дома прямо перед окном и дождик идет сегодня прям свежу свежу еще капец 17 градусов мне надо выскочить в магазинчик я наверно тоже вас возьму с собой спасибо спасибо Продолжение следует...